Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В Кировской области пандемия на полтора процента увеличила безработицу. Показатель вырос из четырех с половиной процентов в первом квартале до шести во втором. Президент, комментируя рост числа безработных в России, заявил, что он вызван тем, что на учет стали люди, которые не трудятся давно. Их заинтересовали повышенные из-за коронавируса пособия. Программа Экономика. Подрядчик взыскал с мэрии Кирова 42 миллиона за строительство путепровода. Это долги и пени, которые по решению арбитражного суда Кировской области должен город ПАУ Мостотрест, дочке компании Мостотряд 46. Подрядчик мотивировал требования неисполнением обязательств по оплате работ, выполненных на основании муниципального контракта. Город отказывался платить, считая, что стоимость ряда работ завышена. Весь путепровод обошелся в 3 миллиарда рублей. Все средства выделил федеральный бюджет. Экономика. На 101 АФМ. Строители смогут получать больше от бюджета. Минстрой Кировской области пересмотрел индексы по отдельным видам строительства в сторону увеличения, что должно позволить устанавливать сметную стоимость строительства соответствующую рынку и сделать госконтракты интересными строителям. Как отмечают в министерстве, застройщики смогут, работая с бюджетом, получать прибыль, сохранять экономическую стабильность. В строительстве, по данным правительства, работает 33 тысячи человек, почти 6% от занятых в экономике региона. Экономика. В завершении о валютах доллар сегодня 74 рубля 71 копейка, курс евро 88,58. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ.